Здравствуйте! Мы подводим итоги недели. В студии работает Максим Линник. Это самые резонансные и важные события города и страны. Паэт в Одессе. Успех – правовое поле. Почему одесситы боятся брать кредиты под энергосбережения и снег посреди весны? Об этом и другом мы расскажем далее. А в начале выпуска о волнениях на Думской. Инвесторы ЖК «Золотой берег» разделились на два лагеря. Пока большинство людей добиваются завершения строительства долгостроя, небольшая группа всячески этому препятствует, прибегая к провокациям. Недовольные с предложенным вариантом окончания стройки 10-летней давности, 25 марта попытались штурмовать мэрию. Подробности у нашего корреспондента. ЖК «Золотой берег» впервые за 10 лет получил возможность на окончание строительства. 11 марта большинство инвесторов согласились с предложением компании «Адеком» завершить их долгострой. Однако такое положение дел не устроило небольшую группу активистов. Обвинив компанию в незаконной застройке, решили доказать свою правоту, взяв штурмом мэрию. В первых рядах недовольных Олег Михайлик. Он самый главный противник проведения работ на объекте. Почему? Ответ прост. Инвесторы утверждают, что у Михайлика есть кредит. В случае, если дом будет достроен, ему придется его отдавать. Восемь лет никто не строил. Восемь лет вводили в заблуждение. Сейчас началось строительство, и мы хотим, чтобы оно продолжалось. А группа, которая сейчас хочет помешать и сорвать, это все. И в частности, тот же, вы видите, есть лозунг написан «Михайлик». Мы не хотим, чтобы Михайлик нам мешал. А Михайлик, в принципе, не является даже инвестором «Золотого берега». Потому что если вы сегодня спросите у него, есть ли договор, есть ли платежный, что он проплатил, и у него ничего нет. Уже в холле мэрии горе-активистам предложили создать рабочую группу. Она встретилась с представителями городской власти. Прием состоялся в кабинете заместителя городского головы Вячеслава Шандрика. И, надо сказать, уже не в первый раз. Мы действуем эффективно в помощи по достройке незавершенных в этом городе. Что касается нас, мы свои обещания и мы свои действия выполняем в полном объеме. В итоге очередная попытка остановить строительство вновь ожившего комплекса не удалась. Несогласные покинули здание мэрии. А те, кто придерживался другой точки зрения, несмотря на излишнюю активность Михайлика, будут и дальше отстаивать свои права на долгожданное, но законное жилье. Андрей Богомолюк, Александр Леуш, Новости Джиньюс. Добро пожаловать домой. По гран-контроль в Одесском аэропорту теперь можно пройти за несколько секунд. На днях тут полноценно заработала упрощенная система. Распространяется она только на украинцев, которые возвращаются на родину. Подробности в сюжете Анны Поляковой. Технология внедрена в четырех аэропортах Украины – в Борисполе, Одессе, Львове и Харькове. Испытать ее в действии успело уже немало украинцев. Я очень довольна. Процедура прохождения паспортного контроля сейчас намного оперативнее, происходит намного быстрее, без задержек. Несмотря на то, что очень большой поток туристов, как бы много где прилетело, довольно-таки быстро, вполне довольна очень. Руководство таможни также отмечает положительную динамику нововведения. При этом немаловажную роль играют и сами авиаперевозчики, которые отвечают за своевременное предоставление информации о пассажирах. Авиаперевозники надают нам зачасно списки осіб, которые прямуют на транспортном транспорте еще до прилету в Одессу. Соответственно, по прилету пассажирам остается лишь подойти к специальной стойке прохождения таможенного контроля для граждан Украины и показать паспорт. Тем самым привычная процедура сокращается с 3 минут до 5 секунд. Мы в шоке. Все в шоке, вся очередь. Так быстро еще никогда не проходили? Никогда. За 20 лет, что летаем самолетами, первый раз. Еще бы давали быстро груз, так как пропускали. Было бы вообще замечательно. Помимо оперативности в аэропортах работают и над безопасностью. В связи с участившимися терактами во всем мире принимаются соответствующие меры. Анна Полякова, Александр Кремлев, Новости G-News. Вопросом безопасности в Черноморском регионе обеспокоились дипломаты США. Об этом в ходе первого международного форума, который состоялся в Одессе в четверг, заявил посол США в Украине Джеффри Пайт. Учитывая угрозы гибридных войн, он призвал международную общественность объединиться и не напустить возможной агрессии со стороны Крымского полуострова, назвав его плацарном для развития военно-морских сил России. Тему продолжат наши корреспонденты. Форум начался минутой молчания в честь погибших во время теракта в Брюсселе. Именно сейчас, когда в Европе уже не впервые происходят теракты, важно не допустить проявления терроризма и гибридной агрессии со стороны Черного моря. Чрезвычайный полномочный посол США в Украине Джеффри Пайт хорошо знает географию Одесской области. Говорит, сохранить спокойствие в регионе крайне важно. Уряд США продовжує приділяти величезну увагу тому, що відбувається в Україні і інвестує значні ресурси тут в Одеській області і також в Україну в цілому. Ми це робимо, виходячи з розуміння того, що те, що відбувається тут в Україні, що це відіграватиме вкрай важливу роль в обезпеченні того, що є цілью зовнішньої політики вже 25 років для США. Це цілісна, мирна Європа. Черноморський регіон – дуже важний перекрісток економічних і енергетичних відношеньків. Тому мирна і стабільна ситуація в Україні вигодна всіму цивілізованному міру, який буде способствувати її безпеки. Ми, міжнародна спільнота, ми повинні реагувати на застосування Росії сили. І це буде вкрай важливо для подальшого процветання цього регіона. Я також хочу наголосити, і, власне, це меседж, який я хотів вам сьогодні передати, що так само важливо, як керівники України, як народ України будуть реагувати на ці виклики. Однак паець також відмітив, що о ніяких військових столкновеньах в Чорноморі не можуть бути речі. В інтересах Соединённих Штатов – мир і спокійство в регіоне. Але к гібридним действиям со сторони агрессора Україна должна бути готова. Сам форум носив, скорее, профилактический характер, нежели агрессивний. Це підтвердила і председатель Одесського обласного совета Анатолий Рубанский. Одесі і по всій Україні потрібен мир і спокійство. Одесі ми зможемо помочь обеспечити верховенство права не тільки в Чорноморському регіоні, але й во всім мірі. Симбіоз в вопросах безопасності, економічного процветання і розвиття демократичних цінностей, як ніколи раніше, становиться об'єдляючим для мирової і процветаючої життя наших граждан. Анна Полякова, Екатерина Чабан, Наталья Савчук, новости G-News. Отбити атаку противника в случае необхідності готовився одеський спецназ. Свої навыки бойці отрабатували на полігоне в Чабанці. Мінимальна программа огневої підготовки, стрільба з автоматами і пистолета, а також імітація воєнних действів в зданиях і на відкритій містності. Условия учений були максимально приближені к реальному. Це обична тренировка, просто з боєвим оружіем, з боєвими патронами і приближення к боєвим условіям. Спецподразділина постійно десь бути в формі. Наші хлопці кожен день тренуються, тренуються не тільки фізично, але й полєво і тактичні підготовки. І я хочу смелі сказати, що наші хлопці готові любі завдання, в любому часу исповнитися. Основні задачи спецназівців на службі – ликвидація вооруженних пріступників, освобождення заложників і борьба з організованною пріступністю. В цьому бойцам помогають систематичні тренировки на полігоне. Каждая група проходит їх один раз в неделю. Авторынок «Успех» станет коммунальним предприятием. Эта новість не на шутку взволновала работаючих там предпринимателей. В свою очередь представители местной власти утверждають, що це намерення не несет за собою никакой угрозы для деятельности людей. «Почему успех» важно вернуть в правовое поле – в сюжете наших корреспондентов. Сложные отношения. Таковыми на сегодняшний день, по мнению Олеси Янчука, являются правоотношения между городом и субъектами предпринимательской деятельности на рынке «Успех». К тому же, часть территории, на которой находятся магазины рынка, ранее уже была в коммунальной собственности. В течение последних десяти или более даже лет рынок расширялся за счет в том числе и территории, которое принадлежало Одесскому трамвайно-тролейбусному управлению, депо, которое находится сегодня непосредственно в близости рядом с рынком «Успех». Мы знаем о том, что, юридически это мы уже доказали, о том, что один из бывших директоров коммунального предприятия «Горэлектротранспорт», превышая свои служебные полномочия, отказался от части территории депо. По заверению Янчука, судебное разбирательство на этот счет проводится, но никоим образом не коснется торговой деятельности «Успеха». Торговых павильонов в деле нет, речь идет о самой территории, которая незаконно была выведена из коммунальной собственности и передана рынку. Что же касается самих предпринимателей, городские власти остановились на единственном возможном для сотрудничества варианте – переводе предприятия в иную структуру собственности. Мы хотим, чтобы предприниматели работали под документами, которые выдаст им городская власть, чтобы они платили все предусмотренные законом платежи в городской бюджет. Замуж выйти не напасть, как бы замужем не пропасть. Предприниматели, в свою очередь, опасаются, что перевод рынка в коммунальную собственность может в итоге закончиться банкротством предприятия и передачей его третьим лицам под иное назначение. По всему видно, ставят точку в этом деле преждевременно. О том, что в ситуации с авторынком «Успех» лед тронулся, сообщил в ходе аппаратного совещания исполняющий обязанности начальника управления развития потребительского рынка Сергей Машьянов. Ему было поручено провести ряд разъяснительных работ с предпринимателями. О каких еще результатах деятельности органов местного самоуправления говорили на Думской, смотрите далее. Начало положено, края еще не видно. Перейдет ли рынок «Успех» в коммунальную собственность, до конца не ясно. Пока говорят о первых шагах сотрудничества между предпринимателями и городскими властями. Мы имеем уже первые, скажем так, успехи. Первая часть предпринимателя была у меня на приеме. И подали документы на оформление договоров напрямую с городом в своих рабочих местах. Приказал долго жить. Незаконным признали ресторан «Фиш-кафе». Заведение занимает территорию неправомерно, отметил Машьянов. Явные нарушения касаются непредусмотренного возведения здания площадью 285 квадратных метров. И захвата прилегающего к нему земельного участка в размере 145 квадратных метров. На сегодняшний день готовится пакет документов, юридический департамент и иск в суд по этому вопросу. Упорядоченность объектов недвижимости земельных участков организации, как следствие ряда предпринимательских объектов, позволит увеличить количество уплаченных в казну города налогов. Хотя, по словам директора финансов, формирование бюджета и так не только идет по плану, но и превышает его. В общий фонд по состоянию на сегодняшнюю дату поступило 709 миллионов, при плане первого квартала 612. То есть на сегодняшний день мы уже выполнили плановые показатели первого квартала. И аналогично по бюджету развития. При плане 12 миллионов поступление у нас 50 миллионов. Кредит еще слишком страшное слово для сознания украинцев. С прошлого года действует программа возмещения части займа на внедрение энергосберегающих процедур в жилых домах. Однако, пока лишь одно ОСМД воспользовалось этой услугой. С начала действия программы из местного бюджета на компенсацию тела кредитов было выделено 363 тысячи гривен. В эту компенсацию вошли одно ОСМД, одно ЖСК и 96 физических лиц. Представитель департамента напомнил, что городской бюджет компенсирует 30% стоимости теплощетчиков. А также 20% расходов на энергоэффективные материалы. Программа выгодной и кредитной обязательства в данном случае не должно смущать горожан, убеждены в мэрии. Анна Полякова, Александр Кремлев, Новости Джиньюс. На этой неделе снова обострился вопрос с вынужденными переселенцами. За их размещение государство задолжало санаторием региона огромные деньги. При этом средств не хватает и на выплаты другим социально незащищенным категориям. Причины и решения этих проблем искали на заседании бюджетной комиссии в областном совете. К какому выводу пришли в нашем следующем сюжете. Здравницам, в которых живут беженцы, государство задолжало не только за размещение, но и за питание и коммунальные услуги. Суммы немалые. Руководство организации устало ждать и готово на крайние меры – отключение воды и электричества. Выход из ситуации пытались найти члены бюджетной комиссии. Существует программа «Турбота за захид», которая принята 21 декабря. И в ней заложены деньги на переселенцев, которые подал департамент совместно с ОГА. И условно этих денег просто не хватает на проживание и на оплату данной категории лиц. Назревающая проблема нависает угрозой для дальнейшего размещения переселенцев и предоставления им надлежащих условий для проживания. Вполне закономерно и недовольство руководства санаториев. Проблема не стоит только санаторий Куяльник. Работа департамента абсолютно неудовлетворительна, потому что большую часть работы тянули волонтеры. Никак не департамент и администрация. Администрация занималась пиаром, и это она сейчас тоже занимается. Один из вариантов хотя бы частично погасить задолженность – перекроить другие социальные выплаты. В счет оплаты проживания в санаториях лиц, перемещенных с оккупированных территорий, предлагают перенаправить 500 тысяч гривен. Однако принимать поспешных решений члены комиссии не будут. Говорят, прежде чем урезать бюджет на социальные выплаты, нужно 7 раз отмерить и 1 раз отрезать. Речь идет о людях, которые действительно нуждаются в помощи государства и местной власти. Нас сегодня просят снять по 500 тысяч с инвалидов войны, чернобыльцев, инвалидов и других категорий. Мы здесь, хотя это полтора миллиона, это капля в море по тем проблемам, которые существуют финансовые, но тем не менее мы создаем еще один посыл и один ажиотаж на социально незащищенные группы другие. Это не решает эту проблему. Я еще раз подчеркиваю, неудовлетворительная работа департамента и областной администрации привела к вот этому социальному напряжению. Сесть сообща за стол переговоров и прийти к единому мнению. Таким видит решение сложившейся ситуации Анатолий Садовник. Прямое участие, по его мнению, в обсуждении должны принять волонтеры, поскольку именно у них есть базы данных и списки перемещенных лиц. Обладая реальной картиной о количестве переселенцев, можно будет заниматься планированием бюджета и вопросами выделения на него финансирования. А вот тратить большие деньги на обустройство Стамбульского парка не придется. Большую часть расходов возьмет на себя турецкая сторона. Работы в парке, что под Приморским бульваром, стартовали во вторник. Как будет выглядеть этот участок, знает Екатерина Чабан. С самого утра в Стамбульском парке орудует спецтехника, работают экскаваторы, ездят самосвалы. Коммунальщики убирают мусор. Тут уже приступили к первому этапу. Снимают асфальтное покрытие. По словам подрядчиков со стороны Одессы, в парке сохранят историческую самобытность. Все дорожки будут сохранены, ничего не будет увеличено или уменьшено. Склоны резаться не будут. Будут просто вот как идет ландшафт наш, мы его будем повторять. Общая площадь парка более двух гектар. Из них четыре с половиной тысячи квадратных метров пешеходная часть. Ее планируют устелить гранитной плиткой. По проекту в зеленой зоне появятся цветочные аллеи, дорожки для спортсменов, детские и спортивные площадки. Проектом предусматривается выполнение подпорных стенок, восстановление лестниц, мощений, обустройство площадок для тихого отдыха, павильонов. Кроме этого, планируется высадка зеленых насаждений, которые не будут закрывать вид на парк. В зоне, которая непосредственно примыкает к Приморскому бульвару, планируется высадка клумб, которые будут иметь вид национальных орнаментов. В благоустройстве Стамбульского городу подсобит турецкая сторона. Украинская компания выполнит подготовительные работы, а благоустраивать территорию уже будут специалисты из Стамбула. Мы получили тендер на проведение работы, сделаем все возможное, чтобы одесситы остались довольны. Нам очень приятно, что в Одессе будет частичка города, попротива Стамбула. Уже совсем скоро мы покажем первые результаты совместной работы. 22 марта началось благоустройство Стамбульского парка. Здесь планируют все закончить ко дню города. В планах мэрии восстановить легендарный грот, который когда-то фонтанировал. При этом дикий одесский камень, из которого он сооружен, хотят сохранить. Екатерина Чабан, Александр Кремлев, Новости, G-News. Стамбульский парк обещает обустроить ко дню города. А к началу курортного сезона в Одессе облагораживают остальные парки и улицы, включая прибрежные зоны. На 15-й станции Большого фонтана привели в порядок спуск, ведущий к пляжу. Результат горожане уже оценили. Грязь, мусор, заросли и побитые ступеньки – все это уже позади. Вместо разрушенного временем и оползнями спуска к морю, теперь красуется новенькая, только что отремонтированная лестница, о которой никто не вспоминал более 50 лет. В перспективе выделены средства на разработку проекта еще оставшейся шести лестниц капитального ремонта. В этом году проекты будут тоже разработаны, пройдет экспертиза. И я думаю, что в конце года, после окончания курортного сезона и до, скажем так, морозов, будут выполнены оставшиеся еще шесть лестниц. Теперь не только местные жители, но и отдыхающие могут свободно спускаться к морю, за что они очень благодарны городской власти. – Хорошее впечатление, очень, и она не сильно крутая, да, как-то вот очень даже, по-моему, обдуманная и нормально сделана. – Сейчас вот просто приятно, как каждый уголочек, который приводится в порядок, просто радует душу. – Это моя мечта, она сбылась, 11 лет живу, и, ну, вы видели до и после. – Я довольно часто приезжаю к своей сестре и постоянно спускаюсь по этой лестнице, потому что так ближе, и мы, естественно, в восторге от того, что построили такую красоту. Мы первый раз вот сейчас спустилась, настолько красивая плитка, настолько эстетичная и красивая. Мы действительно рады и благодарны за то, что такой нам сделали подарок. Одесский облсовет попытается внедрить опыт децентрализации Баварии. Подобный шаг даст старт к развитию экономики, начиная с малых городов и поселков региона. Подписание протокола о сотрудничестве с фондом Ганса Зайделя в Украине и европейские подходы в местном самоуправлении – в сюжете Екатерина Чабан. Главная цель проекта – формирование и развитие экономических возможностей объединенных общин, малых городов и поселков Одессины. Подобный шаг, утверждают организаторы семинара, позволит развиваться региону по европейским стандартам. Власть исходит из народа. То есть это развитие в громадах, развитие города делается для жителей этого города, этого громада. И они избирают свой мир, райобласть, область и центр и так далее. Потому что политическое развитие и экономическое развитие начинается снизу. И второе направление – это, как я уже только что сказал, экономическое развитие. Потому что в любом государстве сначала надо чего-то разработать, чтобы потом разделить. И наше глубокое убеждение – то, что децентрализация и такой подход на уровне местного самоуправления – это то, что даст самый большой потенциал и для экономического, и для политического развития. Проект рассчитан на два года. Как образец взят опыт малых городов Баварии. Именно эти учреждения и их представители дают нам возможность сделать очередной шаг в стратегически важном и долгосрочном задании – достичь устойчивого развития Одесской области. Кульминацией семинара стало подписание протокола о сотрудничестве между фондом Ганса Зайделя, Одесской областной госадминистрацией и областным советом, а также Одесским региональным институтом государственного управления Национальной академией государственного управления при президенте Украины. Подобное сотрудничество уже успешно реализовано в других регионах Украины – Львовской и Черниговской областях. Кроме того, в рамках проекта главы объединенных общин малых городов и поселков смогут проходить обучение в других странах и перенимать опыт для дальнейшей реализации в Украине. Екатерина Чабан, Александр Леуш, Новости, G-News. На этой неделе областная прокуратура передала дело против капитана Иволги в суд. Капитан обвиняет в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, что привело к гибели людей. Подозреваемый находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит от двух до семи лет лишения свободы. Напомню, прогулочный катер потерпел крушение 17 октября прошлого года. Трагедия произошла в акватории Черного моря недалеко от берегов Затоки. Судно возвращалось с рыбной ловли и попало в шторм. 20 человек погибли, 22 спаслись. 14 тел жертв катастрофы были найдены в тот же день. Одной из причин аварии мог стать перегруз. По правилам, Иволги разрешалось брать на борт не более 12 пассажиров. Их было вдвое больше. Кроме того, на судне была отключена радиолокационная система, а в момент крушения на борту не оказалось спасательных средств. Лучшая работа – высокооплачиваемое хобби. Правда, соблюсти такой баланс удается далеко не всем. По состоянию на начало марта на учете Центра занятости стоит более полутора тысяч человек. Помочь им в поисках нового рабочего места попытались на традиционной ярмарке вакансий. Какие варианты предлагали и устроили ли они соискателей, расскажет Анна Полякова. Среди работодателей – представители не только одесских учреждений, но и Черноморска, Коминтерновского и Беляевского районов. Вакансии предлагают разнообразные – от врачей, военных, полицейских и менеджеров до профессий и сферы услуг. С начала года мы уже провели 17 ярмарок вакансий, и более 300 человек только на ярмарках вакансий получили работу. На сегодняшний день мы пригласили 63 работодателя, которые предлагают более 300 вакансий разных, как сферы услуг, так и производства. В связи с реорганизацией в правоохранительных органах набор сотрудников объявлен и в пенитенциарной службе. Честным, целеустремленным, патриотичным и, что немаловажным, творческим. Таким видят будущего сотрудника ведомства. Наша служба хороша тем, что у нас есть действительно разные профессии, разные специальности. И каждый человек, который имеет любейшую специальность, он может подойти действительно к нашей службе. Это и медичная служба, и в аудитории экономики, КБО, как раньше, коммунальное побытовое обеспечение, сейчас оно ресурсное инженерное обеспечение. Отдел охраны у нас есть, существует надзор, безопасность. То есть буквальным образом задействованы все специальности, которые могут быть вообще в нашем окружении, в среде. Не ограничены в локациях. Госпогранслужба ждет в своих рядах профессионалов, которые могут быть отправлены для контрактной службы в различные регионы. Державная служба Украины есть в части по всему уздовжу Державного кордона Украины. И мы можем, если особо для нашей части не подойдет, допустим, за свитою, або за какими-то другими требованиями, то мы можем запропоновать проходить службу и в других органах охраны Державного кордона. Это как в Одесском регионе, так и на всей территории Украины. Среди соискателей – люди разных профессий и возрастов. Есть среди них и переселенцы. Виктор сам из Донбасса. В Одессе рассчитывает найти работу с зарплатой от 6 тысяч гривен. Ну, нормальная зарплата была, нормальный должность. В футбольном клубе работала. Людмила через несколько месяцев станет мамой, но засиживаться дома не намерена. Спустя полтора года после рождения ребенка планирует выйти на работу. Уже сейчас девушка изучает спрос на рынке труда. Я вот сейчас в данный момент смотрю профессии и вакансии, которые я могу бы использовать чуть-чуть позже, потому что в данный момент я в ожидании чуда, поэтому очень интересно узнать, что сейчас на рынке есть и вообще ситуацию в городе Одесса. Бухгалтер-экономист Ирина уже состоит на учете в службе занятости и успела посетить несколько собеседований. Правда, пока подходящий вариант так и не подвернулся. Главное требование к потенциальному месту работы – приемлемый график и достойная оплата труда. Многие мои бывшие сотрудники стоят на учете, потому что мы банковские работники, и многие потеряли работу последний год-полтора. Поэтому были и успешные поиски. Центры занятости предлагают не только подбор нового места работы, но и при необходимости обучения новой специальности. Анна Полякова, Александр Кремлев, Новости G-News. Кто точно без работы не останется, так это ветеринары. Африканская чума расширяет свои горизонты. Карантин уже введен в нескольких селах Раздельнянского и Овидеопольского районов. Тут действует план по ликвидации опасного возбудителя и запрещено продавать свинину. Какова вероятность продажи мяса из карантинной зоны на прилавках одесских рынков, узнавала Екатерина Чабан. Несмотря на то, что вирус африканской чумы для человека безвреден, доля страха у некоторых покупателей все же присутствует. Но для большинства эта проблема решаема. Дело в том, что надо иметь своих покупателей, своих продавцов. Ну у вас здесь есть вид? Конечно, сколько лет? Я живу уже не первый день на свете. Конечно, есть. Продавцов, которым доверяют, имеют многие одесситы. Есть они и у завсегдатых посетителей привоза. Тут заверяют мясо с АЧС априори не может попасть на прилавки. На прилавки привоза такое мясо точно поступить не может, потому что все мясо, что поступает на рынок, сопровождается ветеринарными документами, в которых изначально указано, что район благополучен по инфекционным заболеваниям. Кроме того, в лаборатории рынка проводится контроль на все остальные заболевания, и мясо на прилавки поступает только здоровое и свежее. То, что мясо проходит ветконтроль перед тем, как попасть на привоз, говорят и сами продавцы. Причем проверка производится в несколько этапов. Ну что, у нас строжайший ветеринарный контроль. До того, как мы приезжаем на рынок, да? Сначала мы едем к ветврачу, вызываем ему к себе на дом. Ну, привозим, потому что сейчас накладно как бы. Он смотрит, осматривает свинью, проверяет температуру свиньи, внешний вид свиньи и дает разрешение на забой. После этого мы режем, разбираем, опять привозим врача, опять врач смотрит это все и выдает ветеринарные свидетельства сюда для продажи на рынке. У нас домашнее мясо с зерном. Сыроводку берем, осозаводье выращиваем. Осматривает у нас ветеринарный врач перед забоем, после забоя. Берем справочку. И все. Вот вы приезжаете, когда на привоз, причем вас тоже проверяют? Вот в лаборатории мы проходим, ветконтроль. Все проверяем. Бутер, голову, мясо. Одесситы об очередной вспышке африканской чумы наслышаны, но уверены. Бояться нечего. Тем более, что мясо на прилавках не залеживается. Что сегодня покупаете на привозе? Мясо покупаем. Что можно здесь покупать? Какое мясо? Свинину. Это самое лучшее мясо на привозе будет. Где-где, а на привозе можно купить действительно свежее и качественное мясо. Тут оно проходит двойной лабораторный контроль. Поэтому сомневаться не стоит. Правда, одна уважительная причина отказаться от покупки свинины все же есть. Это пост. Екатерина Чабан, Александр Кремлев. Новости G-News. Весна. Время преобразований. Вооружившись лопатами и граблями, сотрудники ЖКС приводят в порядок придомовые территории и облагораживают газоны. Работа кипит в разных уголках Одессы. Коммунальщики подрезают деревья и вскапывают палисадники. Такую картину наши корреспонденты наблюдали и в одном из дворов на Черемушках. Подробностью Андрея Богомолюка. Пока большинство горожан на работе, коммунальщики взялись за их дворы. Вскапывают газоны, убирают дорожки и тротуары. Подготовленную почву засевают. С приходом весны коммунальные службы Одессы активно озеленяют улицы. Мы высаживаем, зеленую зону сеем. Вот прокопали. Каждый год это делаем, чтобы красиво было. Труд не остался незамеченным. Изменения, говорят одесситы, налицо. Преображаются целые улицы. Во дворах убран сухостой, придомовая территория украшена весенними цветами. Это радует. Это с каждым днем все заметнее и заметнее. Вы знаете, даже мои малыши, второклассники, они всегда наблюдают, насколько выросли уже цветочки, как убрали, что позеленело. Вот замечаем всю эту красоту. Однако такой порядок царит не везде. Стоит немного углубиться в любой двор и можно обнаружить художественную самодеятельность непризнанных мастеров вандализма. Стены разрисованы, по округе разбросан мусор. Увы, не все согласны с выражением. Культура начинается с тебя. Андрей Богомолюк, Александр Кремлев, новости G-News. Одни убирают, другие загрязняют. Украина, пожалуй, единственная в Европе до сих пор никак не урегулировала проблему утилизации батареек. Не решен на государственном уровне и вопрос сбора отработанных источников питания. Как обстоят дела в Одессе, смотрите в сюжете наших корреспондентов. Ежедневно на помойку в разных городах Украины попадает от 10 до 12 тонн батареек. В каждой находятся тяжелые металлы и химия. Но похоже, что токсичность использованных зарядных устройств горожан не пугает. Многие не изменяют своим привычкам и продолжают избавляться от ненужного привычным способом. Куда вы сдаете использованные батарейки? Выбрасываем. Просто выбрасываете? Мусорник. Вот использованные батарейки вы куда сдаете? Выбрасываю. За сдачу в пункты переработки мукулатуры, металлолома, стеклотары вас ожидает денежное вознаграждение. Но если вы будете сдавать ваши использованные батарейки в специализированные места, благодарить вас за это будут уже ваши дети. Одна такая батарейка, попадая на городскую свалку, наносит огромный вред окружающей среде. В западных и восточных странах проблему утилизации батареек уже давно решают частные компании и правительственные учреждения. В Украине пока только волонтеры, но и они столкнулись с серьезными преградами. Одна батарейка загрязняет очень много воды и воздуха вокруг земли, когда ее просто выкидывают. Поэтому решили сдавать эти батарейки непосредственно на предприятия, которые их перерабатывают. Выяснилось, что предприятие существует только одно. Находится оно во Львове, оно государственное, и туда можно пересылать эти самые батарейки. Пока волонтеры сетуют на нехватку специальных перерабатывающих предприятий, экологи придерживаются кардинально противоположного варианта утилизации. Сейчас никто в мире, ни одна страна не перерабатывает их, собирают. Почему? Потому что на сегодняшний день отсутствует эффективная технология, эффективная, безопасная для окружающей среды технология их переработки. Впрочем, развеять все сомнения насчет безопасности переработки батареек удалось в телефонном разговоре с представителем Львовского завода. Там заверили, что на предприятии используют холодную переработку. А эта технология для окружающей среды абсолютно безвредна. Юрий Кахно, Наталья Савчук, Новости G-News. Со сроками определились. Первые после зимовки фонтаны заработают в Одессе уже в день смеха. Об этом сообщает официальный сайт города. Сначала запустят фонтаны в центре города и знаковых местах Одессы. Их будет восемь на привокзальной и театральной площадях, в городском саду, на Думской. Также 1 апреля включат единственный в Одессе мраморный фонтан «Дети-легушка». Фонтаны расположены на Соборной площади и два фонтана на Греческой площади. Впрочем, как отмечают коммунальщики, многое, в том числе и их оперативность, будет зависеть от погодных условий. Прежде чем заполнить чаши фонтанов водой и подключить моторы, необходимо выполнять монтаж оборудования и провести ремонт самих чаш. На уходящей неделе в Одессе произошло еще одно знаковое событие – дорогое сердце каждого одессита. Старинная мебель, виниловые пластинки, проигрыватель, книги, музыкальные инструменты – это то немногое, что можно увидеть в музее-квартире, в которой жил Леонид Утесов. 22 марта тут впервые отпраздновали день рождения знаменитого земляка. Как это было, расскажет Андрей Богомолюк. Праздновать день рождения Утесова начинают прямо во дворе, где жил Лазар Вайсберг. В памятной доске на стене дома возлагают цветы. Одесса – город творческих людей. И практически каждому в той или иной степени известно имя Леонида Утесова. День рождения знаменитого одессита празднуют в его квартире впервые. Небольшая экскурсия по маленькой, но весьма уютной комнате, презентация книга о Утесове, слова памяти о его жизни. Все прошло уже укрепившейся дружеской компанией людей, знающих друг друга не первый десяток лет. Экспонаты для квартиры Утесова собирали по крупицам по всему миру. Создавалось, конечно, все не очень просто. Нужна была жилплощадь, квартира нужна была именно та, в которой жила семья Утесова. Директор департамента культуры и туризма Одесского городского совета, она обратилась ко всем музеям, к еврейскому центру, к частным коллекционерам. И все отозвались, никто не отказал. Даже из Америки прилетел Эдуард Комчиславский, который создавал первый фонд Утесова, у которого было много. Он привез книги, написанные об Утесове, и подарил музею. День рождения принято отмечать пирогами и чаем. Не изменяя традициям, посреди тихого одесского дворика, где провел свое детство Утесов, расположили столик с самоваром и пряниками. Желающих заглянуть на чай к Утесову было немало. Гости исполняли его песни и вспоминали истории из жизни своего земляка. Деда-то с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде мой пропадет. Андрей Богомолюк, Александр Леуш, Новости Дженниус. Игумения Серафима. Настоятельница Одесского свято-архангела Михайловского женского монастыря. Автор 15 книг по истории православия и духовной культуре Украины, признана лучшим христианским журналистом. А в этом году она возглавила список рейтинга «Самые успешные женщины Одесского региона». Матушка для многих стала не только духовным наставником, но и олицетворенным примером. 25 марта друзья собрались в женском монастыре, чтобы поздравить игуменю с днем рождения, а также с 35-летием монашеского служения. Поздравить настоятельницу монастыря пришли многие служители церкви, известные одесситы, а также простые миряне. Некоторые гости удивились своими талантами, исполнив честь именинницы песни и стихи. В надежде шевчих день рождения пролился миру Божий свет. В семье крестьянской, православной, где почитаем был Господь, служение Богу стало главным и на второе ушло плотно. Не да оценить вклад игумене Серафима в церковную культуру Украины сложно. На ее счету бесчисленное количество заслуг. Кроме писательско-просветительской деятельности, она одна из основателей всеукраинской общественной организации «Путь православных имени святого равнопостного князя Владимира». Благодаря ей было положено начало единственному в Украине музею «Христианская Одесса». Игумене Серафима делится. Это большой труд, но она искренне верит, что выбрала верный путь. 35 лет монастовского служения – это непрерывный подвиг. Это очень трудно на самом деле, потому что нужно всю себя, без остатка, отдать Богу. Но мы в этом находим огромную радость, поэтому мы лишили для меня особый день огромной, нескончаемой радости. В свой день рождения Гумене Серафима и сама обратилась по желаниям горожанам. Самое главное – это мир душевный. Когда он будет в сердце, тогда вокруг нас все будет мирно, благополучно, благостно. Потому что, как сказал преподобный Серафим Саровский, стяжи внутри себя мир, и вокруг тебя спасутся тысячи. Весь коллектив нашего телеканала, в свою очередь, также присоединяется к поздравлениям с наилучшими пожеланиями. Пусть Божья помощь сопутствует настоятельнице в служении на благо Святой Православной Церкви. В оперном сезон премьер. Этими выходными в театре покажут оперу Гаэтана Даницетти «Любовный напиток». Действо обещает быть незабываемым. Чем будут удивлять театралы, расскажет Екатерина Чабан. Режиссеры, постановщики, хореографы, артисты и «Синий ананас» на сцене театра оперы и балета. Тут идут последние приготовления перед премьерой «Любовного напитка». Наш театр мечтал поставить этот спектакль. Почему? Потому что спектакль написан для высоких, легких голосов. В нашем театре такие голоса есть. И работая над этим спектаклем, конечно, мне кажется, что они воплотили свой талант и перешли на более высокий уровень. Этот спектакль поднимает уровень не только певцов-вокалистов, так же уровень оркестра. Так как, как всякая комедия, все должно происходить очень легко. Сюжет оперы легкий и ненавязчивый. Несмотря на то, что постановка будет на языке оригинала итальянском, понять ее можно без особых усилий. Рассчитан спектакль не только на заядлых любителей театрального искусства. «Думаю, что она будет иметь успех. И даже не потому, что она может привлечь молодежь. Хотя, думаю, молодежь тоже будет привлечена. Это не только молодежь. Здесь просто очень точно выражена мысль этого спектакля. И не только позитив. Тут еще, в чем мне нравится, поворот. Тут любовь, ревность, доверие. И еще одна тема – доверчивость. Насколько доверчивы бывают люди. Насколько им мало для того, чтобы обмануться. Эта тема тоже здесь поднята. Я думаю, что она будет очень интересно воплощена. Любовный напиток – это произведение, с которого стоит начинать знакомство с оперой, уверены театралы, тем более молодежи. В постановке присутствуют гаджеты, современный лексикон и многое другое из повседневной жизни подрастающего поколения. Но главная цель совсем не в этом. Они используются для того, чтобы выразить мысль, насколько масс-медиа, реклама и коллективное сознание влияют сейчас на нашу мысль. Но на самом деле это не меняет основной сюжетной линии и не меняет основных отношений между персонажами. Это проходит фоном и только подчеркивает те истинные ценности, которые были вложены туда Даницетти и либритистам. Премьера приурочена к Международному дню театра и состоится уже этими выходными. И даже из чистого любопытства стоит заглянуть в оперный, чтобы собственными глазами увидеть классику в современной обработке. Екатерина Чабан, Александр Леуш, новости G-News. Уснули весной, а проснулись зимой. Преподнесла сюрприз на уходящие недели и погода. Север Одесской области засыпало снегом. О необычном природном явлении сообщили в социальных сетях жители Котовской и Любашевки. На фото видно, как в палисадниках на фоне распустившихся почек лежат огромные шапки снега. А вот спасателям холодный циклон доставил немало хлопот. Из-за непогоды в Кювете оказался рейсовый автобус с пятью пассажирами и три легковых автомобиля. Всего из снежных заносов было спасено 14 человек. Никто не пострадал. Впрочем, ждать настоящей весны осталось недолго. В свои права она вступит уже на следующей неделе. Об этом в ходе пресс-конференции заверили метеорологи. А пока нам ничего не остается, как пожинать плоды циклона Габи. Как долго он задержится в Украине и в Одесской области, расскажет Андрей Богомолюк. В последние дни природа не слишком радушна. Область накрывают проливными дождями, а в некоторых регионах и снегом. Виной тому средиземноморский циклон Габи. В ночь на 24 марта он прошелся территорией Одессины. Но, как утверждают сотрудники гидрометцентра, такие сюрпризы природы для нашего края – это естественно. Мы находимся в очень таких относительно, но все-таки благоприятных погодных условиях. У нас прохладно-прохладно, а потом сразу становится жарко. Хотя есть какие-то экстремальные величины, но в принципе это нормально. Синоптики скрупулезно изучают все температурные изменения. Их показатели фиксируют круглосуточно с интервалом в три часа. По анализу, возможно, с точностью до 95% определить погоду, но не более чем на 10 дней. В ближайшие дни ожидается похолодание. Однако, по прогнозам Одесского гидрометеоцентра, уже в апреле наступит долгожданное тепло. Через территорию Одесской области циклон перемещается с юга. Дальше он направился в сторону северо-восточной Украины. В нашем регионе до конца недели продолжатся осадки и сохранится холодная погода. Повышение температуры воздуха можно ожидать только к началу апреля. По мнению метеорологов, такой холодный март исключительно из-за теплого февраля. Последний месяц зимы были побиты абсолютные температурные максимумы. Вдобавок, март удивил необычным явлением. В ночь на четверг в Одессе выпал дождь с песком. Его последствия, следы похожие на глину, многие автолюбители обнаружили на своих машинах. Надеемся, на этом сюрпризы марта закончатся. Андрей Богомолюк, Александр Леуш, Новости G-News. Такой была информационная картина выходящей недели. Наши корреспонденты уже готовят новые сюжеты обо всем важном и интересном. Сообщайте на горячей линии редакции 705-79-91. Смотрите наши новости на телеканале G-News и телеканале А1 каждый несчетный час. А итоги грядущей недели ждите в эфире уже в следующую субботу. Мира вам и удачных выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова